приветствую всех зрителей сегодня у нас digital combat simulator и я думаю что вы все узнали этот вертолет у h1 ю и вертолет который многим известен по фильмам вьетнамской войне и он также смоделирован в digital combat simulator и в этом видео рассмотрим его запуска также боевое применение потому что на несколько видео растягивать удовольствие я думаю что не стоит и так перемещаемся в кабину на место первого пилота это правое место в хью и закрываем правый control плюс c двери для того чтобы не шумели при запуске и начинаем запускать данный вертолет и так сразу же обращаем внимание на панель электропитания здесь в разделе и си power необходимо поставить напротив стрелочкой си фаза и проверить чтобы у нас инвертор находился в положении of далее на дисси power панели смотрим чтобы майн генератор должен находиться в положении он в м это на вольтметре откуда берется показания питания и с с баз ставим батарея в положении он стартер генератор в положении старт как вы слышите запищала сигнализация о низких оборотах несущего винта данный тумблер отключает сигнализацию в положении of перед вылетом если вы хотите чтобы данная сигнализация работала то необходимо ее снова вернуть в положение аудио дальше проводим тест сигнальных ламп данным тумблером положение тест и после этого включаем главный топливный выключатель но или как выключатель топливной автоматики на английском main fuel switch также проверяем чтобы наш регулятор оборотов был в положении авто далее здесь гидравлик control включаем в положение он пример положение он и также тумблер стружки в редукторах есть хвостовой главный редуктор и среднее положение в оба индикатор стружки в положении босс или как она там на английский бот в общем оба дальше мы проверяем на управление чтобы все наши органы управления стояли в нейтрале и при помощи команды page а вот это у нас корректор газа мы немножечко добавляем чтобы он ушел со стопора и далее возвращаем его page да он в самое нижнее положение видите чуть-чуть корректор газа переместился у нас для того чтобы произвести запуск нашего вертолета ну и после этого нажимаем клавишу home и начинается раскрутка нашего двигателя здесь газ продюсер на 15 процентах должно начаться раскрутка винта видим что обороты начали расти визуальный винт пошел крутиться и когда достигнет стрелка 40 процентов мы отпускаем клавишу home после этого уже двигатель должен продолжить самостоятельно запускаться и так держим 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 клавишу home отпускаем ее и видим процесс запуска пошел дальше чисто физически по моему эта клавиша запуска двигателя находится где-то с обратной стороны рычага общего шага и так ждем пока двигатель выйдет на обороты где-то в районе 4000 и после этого продолжим в общем-то процедуру запуска и так раскручивается раскручивается ждем стабилизации оборотов вроде как обороты стабилизировались опять же переходим на панель си power и здесь наш инвертор переводим в положение майн то бишь он майн нижнее положение далее нам необходимо включить все радиостанции на этом вертолете целая куча радиостанций давайте пробежимся по порядку и так apx-72 правый щелчок мыши в положении стендбай далее радиостанция rn 82 на вот этом кольце правой кнопкой мыши опять же включаем радиостанция rc-134 опять же по этому кольцу и и включаем дальше на этой радиостанции у нас вот этот вот функциональный переключатель в положении и ар это по моему rc-51 далее переводим данный галетничек в положение 3 это передатчик тут все подписано когда наводите это vhf-im далее нам необходимо включить данную радиостанцию переводим ее rc-131 в положении и ар и данная радиостанция rn 83 на данный переключатель переводим в положение adf слышим шум и вот этой крутилочкой gain убираем шумы чтобы мы не слышали шум от данной радиостанции далее переходим опять на панель электропитания здесь у нас есть стартер генератор переводим его в положение стендбай генератор ну и в общем то все что нам осталось это выкрутить максимально коррекцию влево то есть добавить газ плавненько клавишами page up видим рычаг коррекции потихонечку выкручивается или можно мышкой мы добавляем обороты и в общем то смотрим за оборотами на данном приборе они должны также плавно расти и мы плавненько добавляем коррекцию обороты должны достигнуть 6 600 двигателя и 300 25 обороты несущего винта и так добавляем потихоньку коррекцию клавишами page up пока коррекция у нас не дойдет до максимума все вывели коррекцию на максимум но и ждем стабилизации оборотов двигателя также обороты двигателя можно данным туглером увеличивать или уменьшать если вдруг они по какой-то причине просели ну и видим что love rpm аудио автоматически опять же переключилась верхнее положение то бишь в аудио и сигнализация о низких оборотах несущего винта включена в общем то и все на этом процедура запуска вертолета закончена и теперь давайте перейдем к применению вооружения итак по вооружению что здесь у нас доступно как я думаю вы уже визуально увидели это нары их тут два типа потом 26 вольных курсовых пулемета которые еще калибром 762 которыми можно управлять а также в дверных проемах можно тоже установить либо шестиствольные пулеметы либо пулеметы калибром 12 и 7 итак давайте пойдем на место опять же 1 пилота и начнем рассматривать панель управления вооружением здесь все достаточно просто на вертолете я думаю вы сами понимаете такой вертолет здесь каких-то сложности нет и так что здесь у нас есть во первых данным тумблером переключается вооружение 762 это курсовые шестиствольные пулеметы 275 это наши нары если вы хотите чтобы нары начинали сходить то надо поставить количество нарв залпе хотя бы на единицу если будут на 0 на расходить не будут также у нас здесь есть тумблер который выбирает наши курсовые шестиствольные пулеметы all это то бишь оба стреляют левый и правый и главный выключатель положение сейф положение of ну и конечно же арм это вы можете уже ввести огонь из наших пулеметов и при помощи на если мы обращаемся к нашему пилоту то для того чтобы производить стрельбу необходимо вывести прицел это правый shift плюс м видите опускается прицел и правый control плюс м включает сетку прицела ну а здесь как обычно на коллиматорных прицелах задается угол пикирования в зависимости от того профиля который вы выбрали ну и в общем то все после этого вы выводите данный крест перекрестие на цели и производите стрельбу давайте я вам покажу стрельбу из курсового вооружения нары на стоянке я не буду пускать и так включаю курсовое вооружение нажимаю клавишу стрельбы и видите наши шестиствольные курсовые пулеметы ведут огонь также можно вести огонь с места второго пилота но здесь все более интересно нажимаем клавишу м опускается вот такой вот прицел и при помощи мышки мы можем также стрелять с этих шестиствольных пулеметов на на сей раз они уже нас получается управляемые как видите влево вправо может стрелять один пулемет если перекрывается фюзеляжем нашего самолета или если пулеметы оба безопасно стреляют то можно вести огонь из двух пулеметов вот такой вот здесь интересно вооружение на вертолете и в общем то как по мне это достаточно таки прикольно и дальше можно также сесть на места бортовых стрелков нажимаем клавишу 3 мы высовываемся получается левого борта и мышкой плюс зажимая конечно же левую кнопку мыши пожалуйста ведем огонь из нашего пулемета левой двери ну и также можно пересесть за правую дверь ну и понятное дело также вести огонь из данного шестиствольного пулемета кстати для того чтобы вести из него огонь необходимо включить если я не ошибаюсь главное давайте вернемся в кабину я поставлю главный на предохранитель вернемся в эту кабину нет он стреляет значит все таки в отличие от газели здесь данным предохранителем пользоваться не надо давайте еще раз проверим нет тут пулеметы спокойно стреляют и так так что вот так выглядит крайней мере подготовка на земле нашего вооружения ну и давайте сейчас взлетим и отработаем нашими нарами и курсовым вооружением итак теперь перейдем к практике применения вооружения взлетаем для этого педаль левую даем вперед на хьюи именно левая педаль вперед в отличие от газели и ми-8 и потихонечку отрываемся вертолет не обладает какими-то автопилотами и так далее достаточно таки нестабильный особенно и при стрельбе и при весении в общем если хотите и вертолета вождения то хьюи это для вас газелька дерганах и он такой не автоматизированный ну а ми-8 и к-50 это такие по мне наиболее скажем современные и плавные самолеты точнее вертолеты от которых получаешь удовольствие и так летим видим наши цели впереди у нас я включил нары в принципе как я уже и говорил от первого пилота нары и пулеметы применяются по неподвижной метки и все применяется достаточно просто метку накладываем на цель и производим стрельбу как видите при стрельбе вертолет легкий сразу происходит дача вертолет немножко под колбашивает ну и количество на у нас достаточно и небольшое поэтому вот уже весь комплект мы израсходовали и давайте сразу переключимся на пулеметы данным тублером я не буду уже делать повторный заход именно с пулемета как видите нажимаем и ведем огонь по данной метки точно так же как на раме стреляем из пулеметов а посмотрим давайте именно стрельбу из наших подвижных пулеметов для этого я сейчас немножечко отличу развернусь в район цели и попробуем по стрелять именно нашими турельками подвижными я думаю как вы все поняли вооружение здесь назначено только для поражения пехоты либо легко бронированных целей то есть тяжело бронированные цели скорее всего поражать с помощью данного вооружения вы не сможете если может быть только какими-то супер меткими попаданиями в слабые уязвимые зоны и так далее как сделал на дамаг модель учитывается там броня еще чего-то в дкс сказать точно не могу но теории конечно это вооружение для только легких целей так что его и такой именно вертолет поддержки ну как и транспорт не как он использовался собственно во вьетнаме и так видим дымок от пораженных целей направляемся сейчас в их сторону наводим примерно наш прицел в район цели но чтобы вертолета смотрела туда стабилизируем его и нажимаем клавишу 2 пересаживаемся на место нашего стрелка опускаем клавишей м наш пули прицел для шести стволочек и зажимаем левую кнопку мыши при помощи мыши просто-напросто расстреливаем и поливаем те цели которые хотим поразить как по мне наиболее эффективная против легкобронированных целей вооружение особенно если вы еще летаете вдвоем то мне кажется можно очень хорошо поражать цели зависания и так далее ну видите как происходит в общем-то применение именно наших подвижных пулеметных установок ну и как я уже говорил если вы поворачиваете влево или вправо то стреляет либо левая турель либо правая ну а в каком-то секторе по оси вертолета работают обе турели ну что ж вот так выглядит достаточно просто применение вооружения и запуск данного вертолета всех благодарю за внимание